Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Джинсы как раз. Комбинезон еще по мере. Только непонятно, зачем ты столько накупила? Ну, нужно же в чем-то приличном ходить, а не в этом твоем рубище. А это сейчас модно. На, кеды примерь. Не, вот этого мне точно не надо. Я свои ботинки люблю. Осторожно. Осторожно. Что это? Вывалилась из кабины чертового колеса, но было невысоко. Замолчи. Так, принеси перекись водорода в ванной на полочке. Ты не успокоишься, пока не угробишь моего ребенка? Нет, мама, он не виноват. Давай я объясню тебе. Пожалуй, я пойду. О, как это знакомо. Ничего не изменилось. Только и способен, что сбегать. Никита! Что ты хотела, малыш? Не злись на Вику. Она хорошая, только потерялась. И что с этим делать? Я пока еще не придумала. А ты? У меня тоже никаких идей. Но я обещаю подумать. Скажи, ты никогда не слышала, чтобы мама упоминала человека по имени Константин Мурадов? Первый раз слышу. Может, он пип-папа? Как все эти Сашины полезные идиоты. Что такое пип-папа? Эээ, всякая всячина. Саша любит так говорить. Это по-немецки или по-голландски, не помню. Нет, нет. Это был очень важный человек для твоей мамы. Они вместе учились в школе. Потом у них был роман. Потом его убили. А, я один раз слышала разговор про какого-то парня. Мама ругалась с Гороном. И? Я тогда не очень поняла. Что я делаю неправильно? Это я. Я делаю неправильно. Позволила тебе запудрить мне мозги. Какая же я идиотка. Как я могла подумать, что найду покой в этом твоем болоте? Вместе это не выход. Правильно будет все забыть ради Маруси. Я выжила только благодаря тому, что хотела отомстить. Месть – единственный смысл моей жизни. Тогда это не называется жизнью. Ему было двадцать семь. Его пытали у меня на глазах. Да. Тяжелая история. Значит, по имени никогда не называла? Нет. Ну, я думаю, что это и есть тот самый Константин Мурадов. А ты больше ничего не узнал про Сашу? Сейчас твоя очередь отвечать на вопросы. Ну? Когда Сонин папа вез вас с мамой на дачу? Ты не помнишь, о чем они говорили? Про то, что есть кто-то очень опасный. И она должна заставить его платить. А этот Сонин отец уговаривал Сашу не связываться. Понятно. Спасибо. Это очень важная информация. Ух. Если хочешь знать, Никита вообще меня спас. Если б не он, я б тут и не сидела, может. Ну да. Знакомая тактика. Держи. Сначала втянуть человека в неприятности, а потом героически оттуда вытаскивать. Когда-нибудь тебе придется перед ним извиниться. Рано или поздно. За все. Если бы этот великовозрастный герой, этот шут Горохова не втянул бы тебя в свое так называемое расследование, никаких подвигов не понадобилось бы. Мам, я же сказала, что это я виновата. Как? Как вообще это могло произойти? Из сотен каналов ты вляпалась именно к Никите Ершову. Перст судьбы. Какой-то кривой этот перст. Так, ладно, все. Нам нужно взять себя в руки и вести себя спокойно. Че ты шепчешь там? С нами теперь Маруся. Мы не одни. Что она подумает о нас? Ну, подумает, что мы прикольные. Только моемся чаще. И зачем-то еду из ресторана заказываем, когда можно самим приготовить из двух яиц чертоволоха. Тебе не стыдно? Блин, мама на блинчике замутила. Ну, просто отвал башки. Давай ее у себя оставим. Она нам будет завтраки готовить. Ну, а мы ее всяким премудростям обучим. Как тюрбаны на башке завязывать. Умри. Хорошо. Стоять. Кувырок. Кувырок. А теперь прыжок. Прыгай. Прыгай. Молодец. Молодец. Я скоро закончу. Неужели нельзя заниматься тем же, но в более приличном месте? Везде пыль, грязь. Смерзит ванищими носками. Тебя правда ничего не напрягает? Меня? Нет. Тебя никто не держит. Выход там. Ты... ты меня держишь. Сам не понимаю, как это у тебя получается. А ты запишись к психоаналитику. Он тебе все объяснит. А что тут объяснить? Самая большая правда состоит в том, что я тебя люблю. А я люблю этот клуб. Много лет здесь занимаюсь и ничего не собираюсь менять. Давай мы в Дзин поедем. Тоже клуб, между прочим. Ты езжай, если хочешь. А я домой устала. Завтра еще вставать рано. Я думал, пока у вас власть меняется, ты хоть немного отдохнешь. Ну, текущие дела никто не отменял. Переговоры тоже. Ну, и кто же их у вас теперь ведет? Неужели ты? Последние Вика провела. Голубева? Не может быть. Это же голова профессора Дойля. Представляю себе уровень катастроф. А вот и не угадал. Все прошло более чем хорошо. У нее есть умение нестандартно мыслить. Я чего-то о ней не знаю. А она оказалась сильнее, чем все думали. Сильнее, чем даже казалось ей самой. Слушай, раз уж о Голубевой заговорили, а что там за история с девочкой? С какой девочкой? Ну, вроде она удочерить кого-то хочет. Да? Первый раз слышу об этом. Просто она на днях с отцом моим встречалась. Просила помочь с натурализацией сиротки без документов. Слушай, я уверена, что твой отец прекрасно справится сам. Ну, я в нем тоже не сомневаюсь. Просто все это как-то странно, согласись. Слушай, а она же вчера интересовалась хорошими школами поблизости. Так вот она в чем дело, оказывается. А откуда она вообще взялась, эта девчонка? Я в чужие жизни не лезу. Тебе тоже не советую. Вот как? Угу. Как женщина может быть такой нелюбопытной? Ты уникальна Марго. А ты в клуб не опоздаешь? Меняю супер-классный клуб. Но унылый и предсказуемый секс с любительницей французского бокса. альных pis Ironman как ел. Не chunks servant из дайдера. Моё? В Criminal gir tинку. Что, это Моё? Как это же в мisol!? Виктория, прокомментируйте слухи об убийстве вашего мужа, пожалуйста. Говорят, у него был страстный роман. Вы были знакомы с соперницей? Я надеюсь, что выводы следствия сделают ее более разговорчивой. Несколько дней назад в собственном автомобиле был взорван успешный телепродюсер, основатель и руководитель телеканала Киви-Ти-Ви Сергей Голубенов. Да, неужели эта талантливая, очаровательная женщина может быть причастна к гибели собственного мужа? Наша гостья Мария Завидова, знавшая Сергея и Викторию. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Вы были домработницей в доме Голубенова? Да, я работала там пять лет. И, как и многие, сейчас потрясена гибелью Сергея Николаевича, который был предан не только своей работе, но и своей семье. Чего нельзя сказать, конечно же, о его жене. Спасибо. Да. А сколько вам заплатили за это? Я работала там пять лет. Подождите, вы знаете, что такое подробнее. Я работала пять лет в этом доме. Я работала пять лет домработницей. Присаживайтесь. Мария, спасибо. Папа. С добрым утром, дочка. А ты как здесь? Ну, мать адрес дала. Вот как ты устроилась. Папа, случилось чего? Да ты давно у нас не была. Почему не заходишь? Так, давай ближе к делу. Деньги закончились. Мать Ниночке пальто купила на распродаже. Ну, хорошо. Переведу я сегодня на карту. Да не понимаю я этих ваших карт. Я еще у Борисыча две тысячи одолжил, а сегодня обещал отдать. Я боюсь, мне нет налички. Подожди. Семьсот рублей – это все. Кто там у тебя? Здравствуйте. Я Виктор. Так вот, для чего ты квартиру сняла? Мужиков водить? Пап! Ну, вообще-то я здесь один. Ты зачем вышел? А что я должен был? Под кровать залезть? Ну, в конце концов, мы все-таки взрослые люди. Порадовала дочка. Нечего сказать. Так, давайте не нагнетать, а? Совсем распустилась. Бордели устроила. И не стыдно? За что я должна быть стыдно? Замолчи! Марго! Замолчи и уходи! Я не понимаю. Что, совесть проснулась? Так, оба проваливать из моей квартиры. Ты получил, что хотел? Остальное банковским переводом. Вперед! Своё счастье, что мне на работу пора. После поговорим. Ты тоже права. Ты серьёзно? Абсолютно! Ты чего тут? Который час? Половина восьмого. Ещё спать-спать. Нет, ну я так не могу. По-твоему, это честно за чужими снами подсматривать? Почему ты называлась чужим именем? Началось в колхозе утро. Это твоя многозначительность. Ты забыла добавить ложное. Ложная многозначительность. Ты можешь мне просто ответить, это так сложно? Почему я с Никитой связалась? Да. Потому что он мой отец. Это бред какой-то. Ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Понимаю, мам. Я всё прекрасно понимаю. Ты с ума сошла? Водички выпьешь? Или что, покрепче? Помнишь, в декабре, когда я прилетала на похороны бабушки, ты меня отправила к ней домой за браслетом? Каким браслетом? Серебряным сагатом, в котором она хотела быть похороненной. Так вот, кроме браслета, я нашла кое-что ещё. Да, куда он делся? Серёжа любит меня. И от этого ещё больней. Он хочет воспитывать Соню. А её настоящий отец не способен быть отцом. Мы не нужны ему. Ему ничего не нужно, кроме войны, опасности и жизни на грани. Если б я знала, что Никита адреналиновый наркоман. А даже если б знала, ничего бы это не изменило. Я не знаю, что мне делать. Хотя знаю. Узнаёшь? Разве приличный человек будет читать чужие дневники и письма? Ну, ещё скажи, что это низость. Никита ведь не знает, что у него есть дочь. Так? Нет. А если бы и узнал, ничего-то не изменилось. Ну, не знаю. Я тебя недооценила, оказывается. Вот так вот всё просто решить за всех. За меня, за Никиту. А если бы я не нашла этот дневник? Лучше не находила бы. А, и ты собиралась врать мне всю жизнь, да? И эта женщина ещё будет рассуждать о порядочности. Ты не знаешь, что я пережила тогда? Мам, да прошло уже 20 лет. Может, уже хватит ненавидеть? Я ненавижу Никиту Яршову. Не за то, что случилось со мной. А за что тогда? За то, что не смогла я его забыть. Горячий. Ты очень его любила? Да. Чему тогда осталась с папой? Там разве не написано? Я хочу услышать от тебя. Я хотела, чтобы твой отец всегда был рядом. А не где-нибудь в очередной горячей точке за тысячи километров. Ну, ты же даже не дала ему шанс. Я слишком хорошо знаю Яршова. Знала. Его настоящая жизнь была там, куда он уезжал. Он постоянно сбегал от меня в свой фронтовой рай. А я оставалась одна. Умирала от страха. От мысли жив-нежив. Вернется-не вернется. Но он это делал для людей. Чтобы все знали правду. Это его работа. Конечно. Ради всех людей можно пожертвовать одним человеком. Правда? Не важно, что он тебя любит. Но все равно ты не имела права за него решать. Когда я забеременела, я хотела ему все рассказать. Я даже просила задержаться его на несколько дней, чтобы побыть с ним. Чтобы он отложил свою командировку. Но он был так одержим своей новой войной. Не задержался даже на час. Все. Все. А во мне тогда что-то сломалось. Прости меня, пожалуйста. Я позвонила ему. Он скоро приедет. Так, оказывается, Никита твой папа? Я как чувствовала? С вами не соскучишься. Подслушивала? Конечно. Ни за что такое не пропущу. Не очень-то красиво с твоей стороны. Зато интересно. Ну и что они там? Ругаются? Сначала разговаривали. Теперь молчат. Ты рада, что он появился? Да не знаю. Какое-то странное чувство. Нет, ну если он тебе не нужен, Никита, можешь мне его уступить? Мне такой папа в самый раз. Ешь сушку. Помогает. А еще дыхательная гимнастика Дзень Фэй. Показать? Ну, покажи. Меня Саша научила. Скучаешь по ней? Мы с Сашей обязательно встретимся. Когда я доберусь до неба, то должна буду сказать два слова. Большой камешек. И все на небе поймут и отвезут меня туда, где не бывает снега. Так а что это такое, большой камешек? Это станция. Небесная железнодорожная. Саша будет ждать меня там. И мы с ней больше никогда не расстанемся. Это сказка, конечно. А может и не сказка. Я все равно скучаю. Хоть Саша и запретила. Мы с отцом не ладили, но я тоже по нему скучаю. Ну, похоже, вас оставили в покое. Угу. Только я успела привязаться ко всем этим папарацци, а теперь их нет. Ну и ладно. Наверняка где-то новая резня бензопилой приключилась. Ничего такого не слышали? Мы с тобой договаривались на ты. А, да. Просто мне еще надо привыкнуть к этому всему. И к тебе тоже. Нет проблем, я все понимаю. Но я буду тренироваться. Вот сейчас и начну. У тебя. Дела? Да. У меня встреча по поводу вчерашнего. А с тобой можно? Мама не будет против. Мама нейтрализована, деморализована и привыкает к новой реальности. Я думаю, ей лучше не мешать. К тому же с ним орусь. Она забавная. Еще бы. Огонь девицы. Не переживай. Это дело житейское. Что именно? Вот я, например, не знаю своего папу и знать не хочу. А если бы он сам объявился? Честно говоря, если бы я могла выбирать, то я бы выбрала Горона. Нет. Он трус. Но хороший и любит меня. А это важно? Трус или не трус? Тот же должен нас защищать. Вот Никита, например. А что Никита? Он бы мне подошел стопудово. Вот только Сонька его уже загробастала. Можно я тебя обниму? Ну ладно. Только в этот раз. Раньше такого не было, чтобы за пару часов до гонок все перекрывали. А в чем причина? Да любая может быть. Им разве причина нужна? Им можно нас отсюда выдавить. Поставили знак дорожной работы. Установили пластиковые заграждения. А в пять утра уже ничего такого не было. Ни знака, ни ограждений. Никаких дорожных работ. Откуда знаешь? Я здесь в пять утра и проезжал. Ясно. Спасибо, ребята. Пойдем. Девушка, а приходите на гонки в ближайшее воскресенье. Сборы здесь, 22.00. Меня Макс зовут, а вас. Соня! Приятно познакомиться, Соня. Так что, я жду вас в воскресенье в 22.00. Что он хотел? Ну, меня, наверное, только что на свидание позвали. Я знаю этот тип. Это адреналиновые наркоманы. Держись от них подальше. Садись в машину. Где-то я это уже слышала. Так. Коммунальщикова дорожных работ. Там не было. Ну, это и понятно. Это нам черную метку прислали. Но твоя реакция и опыт нас спасли. Опыт и реакция здесь ни при чем. Если бы нас хотели убить, нас бы убили. А так просто пока предупредили. А, типа, не влезай, убьет? Угу. Поэтому с этого момента ты выходишь из дела. Дальше я разбираюсь один. Посмотрим. Упрямая, да? Есть в кого. Слушай, а может, это из-за Воронежа? Ты узнал про Мурадова. Может, это и есть ключ? Ты знаешь, я тоже об этом думаю. С него все началось. И появись он в жизни Александра, возможно, у нее сложилось бы все по-другому. И у нее, и у Маруси. Да все и так по-другому. Я просто... Я не понимаю, как можно ребенка обрекать на скитание. Ты знаешь, иногда жизнь сильнее нас. Иногда мы просто не можем выбраться из колеи. в лошадь, в лошадь давай. Все, теперь я, теперь я. Подожди, подожди. Давай. Ага. Становись. Бери аккуратно. Аккуратно. Раз, два, три. Аккуратно. Нормально. Нормально. Ой. Тихо. Тихо. Все, все, все. Я не научусь. Ну давай, у нас все получится. Нет, я бездойду. Давай, давай, давай. Это не так. Пойдем. Хорошо, тише. Подожди, Саф. Я сам. 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 Сейчас. Опа. Папа. Что? Что? Папа. Все нормально. Я живой. Все хорошо. Все хорошо. Все нормально. Все нормально. Сейчас. 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 . Жимаруся, стой! Эй, парень! Вы к кому приехали? Машину убрал? Похоже, ошиблись. Извини, братан. Уезжаем. И вот представь. Темнота. Хоть глаз выколи. Я пробираюсь вдоль забора, а сразу за забором боевики. И вдруг передо мной два силуэта. И все, я понимаю, что бежать некуда. А обнаружить меня, ну, буквально пару секунд. Веришь? Как говорят, вся жизнь перед глазами пробежала. Ну и что? Я присмотрелся. Они не шевелятся. Ну, странно как-то. Думаю, дай подойду ближе. Но все равно терять уже нечего. Подкрадываюсь. А это две картонные фигуры. Знаешь, которые у магазина стоят. Ну и понятно, сам магазин тоже. Разграбленный, конечно. Да, я тогда радовался. Как сумасшедший. А расскажи про плен. Я видела видос в интернете. Ну, если видела, то мне добавить нечего. Ну, я после этого не нашла репортажи из горячих точек. А их после этого и не было. Это ты? А кого ты здесь ждала? Нельзя так пугать ребенка. Ой! Фу! А как ты меня нашла? В мусоре. Поставила себя на твое место. Ладно, все. Пойдем домой. Мне тебя час отмывать от твоих подвигов. Нет. Что значит нет? Они теперь знают, где я живу. Я не вернусь. Мы никогда в такие места не возвращаемся. Маруся, что за шпионские игры? Ну, ладно, я пошла. Стой! Подожди! Куда ты пошла? Ладно, хорошо. Я сейчас возьму машину и мы поедем. Договорились? Жди меня здесь. Стойте! Подождите! Стойте! Тебе что жить надоело, что под колеса бросаюсь? Помогите, пожалуйста! А вы, мамаша, куда смотрите? Почему за ребенком не приглядываете? Пожалуйста! Бабуля умирает! Вы что, с турки сбежали? Моя бабуля умирает! Моя бабуля! Никто не хочет нас везти! И я вас не повезу! Подождите! Постойте! Помогите, пожалуйста! Мы в отчаянном положении. Мы вам заплатим. Сколько скажете? Ну, будьте человеком! Вылезайте! Спасибо! Спасибо! Спасибо в кармане! Положи, стакан не налью! Ты можешь мне объяснить, что произошло? Что это за люди? Откуда я знаю? Тогда почему ты рванула, не разобравшись? Ну, что ты глупости говоришь? Если бы я со всякими отморозками разбиралась, я бы не дожила до своих восьми лет! А если ты ошиблась? Я отморозков заверстучую! Люди, вы здесь! Да! Мадам, а расплатиться не желаете? Подождите пару минут, я сейчас принесу деньги! Пусть дочка останется в машине, а то слишком много шарлатанов развелось! Иди, не напрягайся! О! Молодец! Маруся! Он немного подумал и понял, что хорошая карма важнее пары сотен рубликов! Как ты думаешь, я с тобой доживу хотя бы до утра? Придется постараться! Дарит, что-то случилось? Да, у вас на завтра была назначена встреча с Куксиным? Да, я помню! Мне сейчас позвонил его помощник. Куксина с приступом аппендицита увезли в больницу! Маруся, ты где? Что у вас там происходит? Маруся, ты с ума сошла? Слезай! Виктория, что у вас там происходит? Извини, пожалуйста, у меня тут совершенно несносный ребенок! Ритя, хотела тебя попросить, ты могла бы нас приютить на одну ночь! Ой! А то мы остались на улице, без денег, без ключей! Тихо! Куда подъехать? Студия Инсайд. Помнишь, ты мне присылала адрес? Хорошо, буду через пятнадцать минут! Спасибо! Значит так, сейчас приедет моя подруга, постарайся ее не напугать, хорошо? Угу! Привет! Привет, я Рита! Маруся, ты подруга Вики? Подчиненная! Ну что, поедем? Или какой-нибудь мусорный бак поищем для ночевки? Ну ладно, с ней поеду! Ну поехали! Мама, тебе точно разрешила остаться ночевать? Ну, не веришь? Позвони и сам спроси! Почему не верю? Верю! Держи! А у тебя есть какое-нибудь другое полотенце? С котиками там? Или с Порше Турбо кабриолет? Во-первых, у меня все полотенца одинаковые. А во-вторых, тебе такие в самый раз. Давай. Ну ладно. Ну так как вы на улице оказались? Это какая-то дикая история. За Марусью приехали двое отморозков. Ну, как она утверждает. Пришлось бежать. Ну так а почему полицию не вызвать, я не понимаю. У меня ребенок без документов и без родителей. Я не думаю, что полиция сможет ее защитить. А вы сможете? Ты права. Но я буду очень стараться. Сказать, как поступила бы я? Давай. Я бы позвонила в полицию и передала бы им ребенка. Возможно, это из-за ее матери погиб Сергей Николаевич. Ее сразу отправят в детский дом. Ну не в костер же кинут. К тому же могут найтись ее родственники. Дарья, ты, как всегда, очень здраво рассуждаешь. Но... Но дело в том, что я привязалась к Марусе. Я хочу, чтобы девочка осталась у меня. Давайте я приготовлю постель. Поспите вдвоем в моей комнате. А ты, у тебя одна кровать. Сурикат был неправ. Давай не сегодня. Ну, говоришь, был неправ. Ну, не наказывай меня. У меня и в мыслях не было. Ну, иди домой. Я правда занята. Извини. Давай. Я знала, что вы встречаетесь. Кажется, я знаю, кто нам может помочь. Слуцкий старший? Так что прости, что мы тебя побеспокоили. И Виктора пришлось прогнать. Да ничего, он привык. Ты правда считаешь, что меня нужно сдать в полицию или там, в детдом? Ну, а как по-другому тебя можно легализовать? Только через государственные органы. Нет, ну, Виктория Петровна, конечно, может и горы свернуть, если что. Но документы-то она тебе не нарисует. А почему ты сама не позвонишь в полицию? Давай, звони. А это не мое дело. Решать Виктории. Я просто высказала свое мнение. Он скоро приедет. Прости еще раз, что мы тебя побеспокоили. Да ладно, пустяки. Да, я все думаю про Сашу. Смерть Мурадова так сильно ее потрясла, она так и не смогла оправиться. Ну, по словам ее школьной учительницы, он был ее перволюбовью. А из того, что мне рассказала Маруся, вывод один, что его смерть стала причиной Сашиной неприкаянной, неспокойной жизни. И смерти. А этот почему зачеркнут? Списан со счетов, как не оправдавший доверие? Думаешь, поторопился. Да я давно знаю Ранчи, но он много лет с отцом работал. Тянет он на убийцу. Ладно, я пойду. Мне еще сон надо досмотреть. Прокрушение дирижабля Гинденбург. Я рада, что ты появился. Когда я поняла, что эти двое зачем-то ищут Маруся, я ужасно испугалась. Да, неприятная история. Хорошо, что их испугули. Я уже попросил приготовить для вас комнаты. Спокойно выспайтесь, отдохнете. А утром мы обсудим дальнейший план действий. Спасибо тебе огромное, Сеть. Дверь автоматически блокируется при работающем двигателе. Так разблокируйте. Приедем на место, разблокируем. Маруся. Ты теперь здесь собираешься сидеть? Днем здесь не так страшно. Пойдем? Надо отдохнуть. Не почувствуйте. Послушайте. Остально. Остально. Это Weiter. Помочь? Я так понимаю, ты решила сбежать? Решила. И что? Не смею тебя задерживать, но позволь заметить, что место и время это было крайне неудачно. Для города далеко, место не самое проходное. К тому же... Что к тому же? Если Виктория проснется и обнаружит, что ты нас покинула, она вообще расстроится. Да? Будет безутешно. Кто здесь? КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok